В детстве каждого из нас не раз интересовал вопрос, кем стать, когда вырастешь. Года идут, и часто самые первые желания становятся неактуальными. Некоторые разочаровываются в выбранном пути, а кто-то даже радикально меняет свой род занятий уже в зрелом возрасте. Что думают жители Верхней Волжи о выборе профессии? Какие советы дают специалисты? Об этом узнаем в нашем сюжете. Выбор профессии – сложный и чаще всего определяющий шаг в жизни. Многие делают его после многолетних размышлений, а кто-то легко, почти не задумываясь. Есть и те счастливчики, кто попал в профессию, что называется по случаю, но угадал на все сто. Мы решили узнать у жителей нашего города, кем они работают и чем руководствовались при выборе профессии. Я сейчас учусь в школе, в детстве хотел стать шеф-поваром, но сейчас немного изменил свою сверхдеятельность и хотел стать политиком. В торговле работаю всю жизнь, мне это очень нравится. Я менять ничем не собираюсь, но не знаю, как-то лежит душа к этому, наверное. Интересно работать с товаром. Я работаю ведущей праздников, очень довольна своим выбором, потому что работа с людьми приносит всегда удовольствие, приносит много эмоций. Я люблю людей, я верю в людей. В детстве я хотела всегда стать преподавателем. Я стала преподавателем. Я работаю в Кашинском колледже. Преподавателем. Довольна? Да, довольна. Сначала пошучу, самое хорошее, то, что у нас отпуск летом и два месяца, ну это как шутка, но хотя это все равно приятно. Но делать детей счастливыми и давать им в будущее такой билет, как образование, мне приносит это удовольствие. В жизни бывает по-разному. Кто-то разочаровывается в выбранной профессии, кто-то, наоборот, радуется случайному выбору. Все это индивидуально, что называется, как повезет. Но лучше все же при таком важном выборе рассчитывать не на счастливый случай, а опираться на рациональные соображения и советы тех, кто не прогадал в этом выборе. Например, на опыт старших. Кстати, известно, что дети и подростки в самом деле часто ориентируются как раз на успешных известных людей. Сделать правильный выбор помогают сейчас в школах, где проводятся уроки правоориентации. А, к примеру, крупные предприятия нередко предоставляют возможность пробного трудоустройства и стажировки будущих кадров. Несмотря на очень высокую потребность в некоторых категориях трудовых ресурсов, в России все же есть и безработица. Хотя и невысокая. Однако при этом рынок труда находится в ситуации даже переизбытка некоторых кадров. Портрет типичного безработного описала директор Тверского центра занятости населения. Если говорить о лице безработного, который состоит на учете в Тверской службе занятости, это все-таки у нашей безработицы женское лицо. Это женщина в возрасте от 35 до 55 лет, которая имеет в среднем двоих детей, имеет высшее образование. И в основном это сфера оказания услуг. При этом в службе занятости утверждают, что при желании трудоустроить могут все. Другой вопрос, что не все этого жаждут. Терпение и труд все перетрут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, нет, это не надо. Это не много. Продолжение следует...